Суть нововведения в том, что приобрести билет можно будет в специальном терминале, установленном в салоне автобуса. Предполагается, что на первом этапе это будет безналичный расчет банковской картой. Если же эксперимент признают удачным, то в последующем электронный кондуктор станет выдавать билеты и за обычные деньги. Принимать их по-прежнему будет водитель. В мэрии уверены, что новая система оплаты проезда сделает максимально прозрачные финансовые потоки в системе пассажирских перевозок. Система эта даст нам возможность увидеть, сколько реально перевозят наши муниципальные предприятия пассажиров. Система даст нам возможность увидеть, сколько льготников перевозят наши автобусы. И в итоге мы будем знать, сколько же денежных средств реально собирают наши транспортные предприятия. Что касается льготных категорий пассажиров, то они после того, как предъявят водителю удостоверение, смогут получить так называемый нулевой билет. Уже к февралю новая система может быть внедрена и на других маршрутах, не только краснополянских. Но в перспективе власти Сочи намерены ввести единую курортную карту, которой можно расплатиться не только в общественном транспорте, но и, к примеру, в кафе и ресторанах.